Да, я подозреваю, что это действительно получился целый ряд лекций, потому что как-то так взявшись за тему, я обнаружил, что в нем погоречился. Но делаться уже некуда. И просто тут, в общем, от лектора требуется какое-то искусство о распределении материала, б поддержание интереса аудитории, так что в конце там продолжение следует, и тогда может действительно получиться небольшой цифр. Ну, я думаю, что в оставшиеся еще два месяца нашего сегодняшнего сезона, скорее всего, будет продолжение следует. Ну, посмотрим, конечно, как оно будет получаться. Как обычно, несколько вводных соображений, которые, может быть, в том числе и очеркнут рамки сегодняшнего разговора в контексте или перспективе дальнейших рассуждений. Первое. Ну, никто не знает, что такое любовь. Ну, вернее так, многие знают, что такое любовь. Это примерно одно и то же. Никто не знает, что такое любовь, или многие знают, что такое любовь, поскольку мнения расходятся. И как говорил скептик Агриппа в первом веке нашей эры, скептики, они были такие интеллектуалы, они придумывали разные штуки, которые подвергали сомнению возможность точного знания. Так вот, скептики, формулируя это в определенных таких принципах, называясь тропами, вот один из тропов скептика Агриппы, он назывался троп под множественностью мнений. Я ему уже упоминал в наших лекциях, кто-то, может быть, запомнил, что когда у нас по одному и тому же поводу есть много мнений, или несколько мнений, то, скорее всего, все они неправильные. Поскольку, если бы было правильное, то светом своей истины это мнение бы давно уже стало единственным. Здесь ситуация, здесь я меряюсь с любовью, ситуация несколько иная. Здесь я напомню еще один наш методологический принцип, который дремя от времени в лекциях я озвучил. Речь идет о разных типах, разных видах, видах слов, или более точно о разных видах общих понятий. Ну, любое слово, если оно обозначает несколько предметов, несколько событий, несколько вещей, несколько явлений, это уже будет общее понятие. Скажем, казалось, в чем может быть конкретнее понятие стуль? Ну, это понятие общее, поскольку одним словом мы называем множество разных вещей. В чем-то они похожи, в чем-то они различаются. Так вот, общее понятие, я не буду сейчас подробно об этом говорить, они существуют разных видов, они по-разному могут объединять вот те единичные предметы, которые называют. Есть тип общих понятий, которые мы называем, ну, я буду так, скажем, это Аристофель назвал родовидовые понятия. В целом, это логический тип обобщения. Когда мы среди множества всех стульев находим то, что есть в каждом стуле, пусть это будет маленькое, пусть это будет большое, не важно, что-то. То, что одинаковое в каждом стуле, и говорим, вот это и есть то общее, что объединяет все стулья. Ну, например, не знаю, в этом. Если бы мы выбирали стулья, находящиеся в этой аудитории, мы бы сказали, что все эти стулья, у них ножки сделаны из металла. Ну, в этой аудитории. Нет. Практически. Нет. У них нет ножек. А, вообще нет ножек. То есть это мы не считаем. Ножи, ну, скажем, то, на чем они стоят. Скажем, мы убрали все остальные качества, мы их не считаем, цвет, форму, вес, а взяли только вот одно то, что одинаково себе, вот это вот общее, рода рядовое. Есть хим-порщик понятий, которые называют, как раз и так есть их, типические понятия. Типические понятия, это когда мы берем какие-то вещи, у них разные качества, мы среди них выявляем наиболее часто встречающиеся, и формируем из этого некий такой собирательный образ. Вот сидящие здесь филологи или пилотареды скажут, что это очень распространенное дело в художественном творчестве, лидературном творчестве, и особенно банально. Вот типический герой, или тип герой. Что такое типический герой? Это человек, который не списан с конкретного человека эпохи, а есть какое-то множество людей эпохи, мы вычленяем какие-то значимые, часто повторяющиеся качества, и говорим, вот, формируем такой вот тип. Ну, не буду дальше рассмотреть, а сразу перейду к тому типу понятий, к которому, мне кажется, относится слово «любовь». Есть такой тип понятий, которые Винденштейн назвал «понятие семейного сходства» или «понятие семейного родства». Значит, о чем идет речь? То есть есть такие слова, которые в нашем языке обозначают огромное количество разных вещей. Ну, сам Винденштейн, например, приводит для примера слово «игра». Вот «игрой» мы называем очень разные вещи. То есть есть игра в футбол, есть игра на фортепиано, есть игра в шахматы, есть игра политическая и так далее. А если мы начнем искать среди них что-то вот общее, как те железные ножки у стульев, то нам это, в общем, с трудом удастся. Создать какой-то типический образ игры тоже довольно трудно. Может быть, не может, мы сейчас не отрицаем, скажем, Хейсинга, написавший книгу именно Правита, он, в общем, претендовал на то, что он описал типические, а может быть, даже и логические, общее понятие стороны игры. Но мы можем составить другое, говорите, Винденштейн, мы можем составить цифочку всех игр, то есть тех явлений, которые мы называем играми, где каждое соседнее зрение будет очевидно в чем-то сходным. Вот, например, эти игры похожи в том, что в них играют в мяч. Волф, волф, вольф, вольф, даже в какой-то степи. Эти игры сходны в том, что в них есть две команды или два соперника. Эти игры сходны в том, что, ну и так далее. И тогда может оказаться так, что вот на крайних точках этой цепи будут находиться игры, которые вообще между собой ничего общего не имеют. Но промежуточными зрениями связаны, и поэтому это в целом тоже будет игра. Почему Винденштейн называет это понятие семейного сходства? Он непосредственно вообще ссылается на Канандолья, собаку Баскерлили, и, соответственно, вот ту галерею, если помните, замки Баскерлили, была галерея портретов, по которым Шайлот Солнцов и разгадал потом настоящего убийцу. И те портреты были очень разные, но каждый портрет в чем-то был сходен, ну, с соседним или там чем-то. Эти сходны разрезом глаз, эти сходны формой лица, эти родственники сходны, телосложением, и можно найти крайних, которые ничем не сходны, но, тем не менее, вот последующими зрениями, а последующими зрениями связаны с другими. Вот, на мой взгляд, вообще таких слов, которые относятся к понятиям семейного сходства и семейного родства, в нашем языке огромное количество. Более, я считаю, что вообще в основном язык сделан из таких слов. И к ним относится слово любовь, поскольку слово не является четким научным термином, вписанным в какую-то систему категории, где оно будет в нужном месте находиться, а употребляется в обыденном, в нашем обычном разговорном языке, а разговорный язык сделан не для точности. Разговорный язык сделан для того, чтобы было удобно пользоваться, ну, сделан. Создавался, возникал, формировался. И в этом отношении, как люди, в общем, живущие в каком-то одном сообществе, в одной культуре, мы, в общем, вполне понимаем, когда, в чем разница между ситуациями, когда, например, речь идет о любви к женщине или к мужчине, и когда речь идет, например, о любви к науке. К партии. К партии. Да, к партии. Прорейте сюда. Я рискнула сказать, что любовь к женщине и, в общем, ну, и к мужчине, соответственно. В общем, даже отличается от любви к родине. Если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. В этом отношении, если бы мы пытались найти вот совсем, вот по принципу первого понятия, да, понятия родоведового или понятия, логические общие понятия, что вот абсолютно идентичное в таких разных явлениях, да, но ведь никак, они все называются словом «любовь», но любовь к искусству, любовь к творчеству, да, любовь к какой-то, как мы уже сказали, да, общности людей, называемой Родиной, любовь к своему действительно любимому человеку очень вещи нетрудно стыкнули. Хотя, я говорю, формально можем найти какие-то темы. Вот это было первое соображение. Значит, к чему я его сказал? Значит, ну, вы знаете, да, есть у интеллигентных людей… У интеллигентных людей есть привычка извиняться по поводу и без повода. То есть, в принципе, вы уже, кто ходит на лекции, заметили, что все преамулы, а есть всегда извинения. Извинения за то, что будет и за то, чего не будет. То есть, в этом смысле, сразу раз понимаем, что любовь – это вот такое явление, которое одним словом объединяется очень много, то понятно, что может оказаться так, что человек, который пришел сегодня… Вот сегодня у нас шлак, я так понимаю, холодный, обусловленный схема лекций. Пришел в надежде услышать сокровенную тайну любви, эту тайну не услышит и скажет, в общем, ну, понятно, да, да. Если даже ничего не скажет, то, в общем-то, нет. Значит, это к чему что? Если вы действительно там, ну, думаю, кто-то хочет вот сокровенную тайну любви услышать, сегодня ее не будет. Поэтому пока не поздно, можно спокойно сделать вид, что забыли про какое-то страшное дело и спокойно отсюда выйти. А тут уж останавливают следующий тип любви. Может, мог вас сделать? Правда. Это чудесно. Значит, второе. Второе соображение, которое не столько изменяющее, но хотя частично, сколько объясняющее. Сами подходы к исследованию того, что есть такое любовь, могут быть очень разные. И в разных сферах мышления, ну, у нас заявлено, философы, но те, кто, опять же, на лекции ходят, знают, что в силу ее, ну, да, такого профессионального, это не сна безумно сказать, а профессиональной широты души. Да, мы здесь, как философы, мы, в общем, готовы принять всех, и вообще считаем, что все, ну, большая часть теологов – это философы, большая часть психологов – это философы, большая часть хороших литераторов, литературалистов – это философы, ну, как Бахтин, например. И в этом отношении понятно, что, в общем, философы размышляют о любви, туда очень много кто попадает. Но даже среди философов можно очень по-разному размышлять о любви. И как раз сегодня, обычно мы видим, что философия, я это не устаю повторять, ну, чтобы лучше запомнить, всегда притянует на то, чтобы за видимость удивлений, за видимость удивлений, усмотреть их сущность, за приходящими событиями усмотреть вот то, что философы называют словом «бытие», то есть то, что по-настоящему есть. Но здесь я бы хотел сказать сразу, что вот для того, чтобы за видимость удивлений усматривать сущность, поначалу-то нужно хотя бы явление убитать. И поэтому сегодня мы как раз в основном будем разговаривать о явлениях, то есть то, как оно вот очевидно, наблюдаемо, ну, во всяком случае, не то, что совсем очевидно, но можно подсмотреть и увидеть. А слово «явление», да, по-гречески называется «феномен», наука о том, что она объявлена, то есть наука о феноменах, называется «феноменология». Самым замечательным, ну, таким автором считается, и основательным в современной именно «феноменологии». Несомненно, сам метод феноменологический использовался не всегда. Всегда. С первого момента, когда люди начали размышлять, они, конечно, этим методом поняли. Но, сформулировав его как основу севастовского познания, великий немецкий философ Мундгуссерль. Эдмунд Гуссерль. Ну, это также эрудиции. Можете записать, и потом где-нибудь накрыткой скажем, да, вот феноменология, да, Эдмунд Гуссерль. Мы говорим всегда, да, что у нас помимо интереса содержательного, и на наших лицах, и мы всегда ищем возможности. Где бы мы могли сыграть хороших, образованных людей, и поэтому и вперёд на зодичку такие вещи. То есть, скажете, феноменология Эдмунд Гуссерль, это хорошо. А в том числе и для любви, как мы увидим, чуть-чуть позже. Так вот, сегодняшнее наше рассуждение будет, скорее, феноменологическое. То есть, мы будем пытаться усматривать какие-то явления, явления любви, которые, в общем-то, каждый может, в том числе, понаблюдать в своей собственной жизни. Помогать нам это будет, вернее, мы будем её помогать, но Диана будем помогать. Один из моих любимых авторов будет, самый любимый автор, Артега и Гассе. То есть, поэтому в основе сегодняшнего нашего разговора это будут этюды о любви, которые написаны на испанском философе Мартеге и Гассе. Ну, как правило, мы вот так говорим, Мартеге и Гассе, это такой философ, двадцатый век, сами ещё думают, что мы живём в двадцатом веке. Значит, эта книжка, ну, она там была не книжка, они называются этюды, потому что публиковались в периодической печати и писались так, с перерывами, там, в месяц или полмесяца. Но написаны они были уже почти сто лет назад. То есть, почти сто лет назад. Так что, в принципе, это тоже уже такая классика размышлений. Почему я так говорю? Потому что Артега и Гассе начинают свои первые артегиы о любви с обсуждения такого, что последние двести лет люди писали много любовных историй и много размышляли над любовными историями, но мало размышляли над любовью. Ну, это примерно как вот Платон, когда поставил задачу, когда определил что-то такое прекрасное и спрашивал у своего собеседника Гиппи, то Гиппи тоже ему пытался всё время подсунуть прекрасные явления сначала. Прекрасную девушку, как что-то прекрасное. Прекрасную кабу, прекрасную акту и так далее. А Сократ, герой Геолога, всё время говорит, «Да нет, Гиппи, мне надо бы что-то такое прекрасное само по себе». Вот Артега это имеет в виду, что нам много рассказывали историй любовных, так или иначе мы думаем, что это история людей. Мало размышляя о людях. Он говорит это в двух смыслах. Первое, что критикую вот эти прошедшие двести лет. Зря, конечно, совсем так критикую. Ну, ладно. Согласен на то, что прежде все великие философы, ну, опять-таки, начиная, конечно, от Платона, прямо уже законченная история. Ну, а первый философ, который любовь поставил одним из ключевых своих понятий, это был философ V века Эмпидокум, который назвал любовь, как бы мы сейчас сказали, силой, которая движет солнце и светило. То есть силой, которая из разрозненных элементов, вот этих четырех первоэлементов, земли, воды, воздуха и огня, создает вот этот наш мир. То есть именно соединение, соединение, да, растягивание воедино вот этих разрозненных элементов, порождает все – людей, животных, мир. А как раз противоположная сила – вражда или ненависть, это разная сила, которая потом все разрушает. И поэтому, собственно, мир представляет собой, тогда уже была создана теория пульсирующей Вселенной, то есть любовь – объединяющая сила, растягивающая к центру, вражда – разделяющая на периферию. Ну, а уже такую очень серьезную теорию любви, словно Платон, мы о ней немножко сегодня поговорим, и дальше, в общем, все великие мыслители, они над этим размышляют. А тогда, как упрекает, соответственно, своих предшествующих коллег за прошедшие 10 лет в том, что они думали о любви мало, может быть, ну, хотя он там называет пару-трой книгами. Некоторым парадоксальным образом, он говорит, значит, я хотел бы заметить вот, что, читая, сегодня я не буду про эту книжку рассказывать, про автора, которая есть там, а книгу о любви, соответственно, размышления русских мыслителей, про чем интересную мысль в виде слове. Читая мысль примерно такая, что в литературе 19 века, в русской литературе 19 века, очень большое количество замечательных историй о любви. В мысли, в мысли, не литературной, а вообще в русской мысли 19 века практически нет размышления о любви. Ну, пожалуй, что за исключением Соловьева, там, в конце уже, к концу 19 века, ранее Соловьев, но что пишет автор предисловий, и автор, составитель книги, он говорит, «Но как только начинается 20 века». То есть в русской мысли, философской, культурологической, историософской, вдруг прорывает платью, и каждый приличный мыслитель, каждый приличный писатель, который мыслит, считает своим долгом сочинить уже не историю любовную, а сочинить мысли, выразить свои саморезные люди. Так что в этом отношении Артека попадает примерно как раз в этот же период, то есть он в 20-е годы напишет, и вот начинается с 10-20-х годов, в общем, очень серьезная литература о любви уже, то есть не любовных историях, а любви, в том числе и в России, может быть, Россия даже тут оказывается впереди всей планеты. И это, в общем, то впереди, за которым мы действительно горжимся. Третье соображение, значит, по немножко структуре. Поскольку мы, ну, вслед за Артека и Гацетом, занимаемся такой вот феноменологической работой, и будем заниматься, да, пытаться рассмотреть то, и усмотреть что-то очевидное, да, не ссылаясь, а, чуть-чуть договорились, что, как можно говорить о любви, вот прям начали, нефеноменологично. О, тут огромное количество возможностей. Ну, во-первых, мы частично, вот, например, в наших лекциях прошедших много говорили о психоанализе в разных аспектах, и понятно, что вот психоаналитически можно о любви говорить чудесно, может быть, мы про это когда-нибудь тоже еще поговорим отдельно, потому что Сигмун Фрейд, вообще просто само основание психоанализа, само основание заложим любовь, ну, как любовь. Не совсем любовь, как на сегодняшний день. И это дало, опять-таки, толчок для всей дальнейшей традиции. О любви очень серьезно, можно говорить метафизически, то есть вот слово, о чем я сказал в начале, да, за видимость юбилейник пытался, вот смотрите, идёт. О любви в огромной степле, в большом количестве, говоря теологически, вот, например, там самое упоминаемое моё сегодня уже теория, я не знаю, идея Владимира Соловьёва, это идея религиозная трактовка любви, причем любви между людьми, то есть не какой-то любви к Богу. Хотя и любовь к Богу тоже может быть. Поэтому это пока для будущих лекций. То есть, видимо, у нас вообще работаем по чат играть. Сегодня говорили по чат играть, сегодня мы его немножко откроем. Теперь, говоря вот феноменологически, то есть рассматривая явление. Значит, мы обратим внимание на или такие два приёма использования, как, собственно, использует Артек. Первое. Мы попытаемся для начала вот отделить любовь от того, что считается любовью часто, что смешивается с любовью, но, по мнению этой минортеки, любовью не является. А второй принцип. Наоборот, мы попытаемся вслед за Артекой найти те явления, которые не так часто сопоставляют или как-то сближают с любовью, но в чём он видит действительно большое сходство между любовью и вот теми явлениями, проявлениями человека, о которых поговорим. И сразу ещё одно предварительное замечание, это тоже Артекович он говорит, что, при том, что он называет свои этюды, этюды о любви, значит, сам же он, в общем, везде проговорится, что по большей части, вот мы, поэтому и мы по большей части сегодня, говорим не о любви полностью, а говорим о влюблённости. Влюблённость, чтобы сразу не так структурно, всегда является частью, началом, запалом, да, истоком любви, но не всегда любовь является продолжением влюблённости. То есть, поэтому, исходя из этого, мы понимаем, ограниченность, опять-таки, то есть, большая часть того, что мы говорим про влюблённость, про любовь немножко тоже будет. Ну, так я сказал, может вызвать разочарование, а может и будет, по-моему, очень даже, может и неплохо. Но мы понимаем, что сегодня ответы на все вопросы не получим. Да я сразу сегодня, в начале лекции, вижу, что продолжение следует. Надеюсь, что в следующий раз, мы дальше все соберёмся здесь, чтобы продолжить эти иноразмышления. Итак, чем, по мнению Афрейда, сразу не является любовь, от чего её сразу желательно бы отделить? Ну, если из того, что я сказал перед этим, её нужно сразу отделить Афрейда. Её нужно сразу отделить Афрейдизма. Или другими словами, желательно бы любовь отличить от влечения или желания. Ну, такие, да, слова, которые, да, есть ещё слово «инстинкт». Причём, вот здесь Артега, он различает и в том же деле, что, ну, влечение – это что-то такое, там, низкое или, да, или нет, это ещё низленное, а любовь – это что-то вот высокое и возвышенное. Артега, опять-таки, как исследователь, наблюдатель, он пытается усмотреть, ну, реальные, прям, да, такие структурные отличия влечения, желания от любви. Ну, для начала просто мы можем всегда спросить сами себя. Вот язык, которым мы пользуемся, он вообще сам очень много нам подсказывает. Если мы просто спросим себя, всегда ли, а может, вообще-то, когда ли, совпадают ли по употреблению слова «любить» и «желать»? то мы уже даже что-то можем ответить на этот вопрос. Опять-таки, сразу скажем, да, когда мы любим, то мы часто и желаем. То есть такая связь, конечно, есть. Любовь часто сопровождается желанием и отвлечением. Но, с другой стороны, мы можем спокойно чего-то желать, и при этом совершенно это не любить. Иногда тоже возможно, да. Любить и не желать тоже можно, хотя реже. Ну, опять же, помним простой анекдот у нас, да, скажи, гири. «Любишь еды, помидоры?» И нет. Да, ну, кушать, да, а так и нет. То есть кушать люблю, а так и нет. В этом смысле человек, сладающий от жажды, он, конечно, очень желает воды. Ну, вряд ли даже этот человек потребительственный, скажет, что он воду любит. Понимаете? Значит, это первое, просто слово «употребление». Второе. Очень интересное наблюдение. Желание и увлечение умирает в момент удовлетворения. Ну, собственно, на этом даже построены некоторые, в том числе и философские идеи, философские теории, вот того же Шопингалова, да, что наша жизнь есть страдания всегда, то есть страдания от какого-то неосуществленного желания, потому что воля – это постоянное желание. Как только мы удовлетворяем это на время, желание прекращается. То есть в этом смысле желание или увлечение, удовлетворяясь, умирает. Временно. Но временно умирает. Если мы посмотрим на любовь, то мы этого не увидим. То есть любовь от того, что она удовлетворяется… Ну, сейчас мы пока говорим о любви, пока еще не определим, что это такое. Ну, примерно, представляя себе вот то замечательно… У Артеки есть одна очень хорошая… Ну, у него замечательных много очень фраз. Одна из замечательных фраз. Любовь – это чудесное произведение искусства соединения тел и душ. Вот чудесное произведение искусства соединения тел и душ. Прекрасно. Но мы об этом говорим, да. То есть когда мы говорим об этом, то понятно, что встреча любимых, любящих людей, а их взаимодействие, их какое-то… Все, что они делают вместе, оно не приводит… Вот эти все события, они не приводят к остановке любви, к смерти любви, да. А потом она снова возникнет. То есть любовь в этом смысле отличается от желания своей непрерывностью. Своей непрерывностью. Дальше, смотрите. Желание – это всегда, ну, она как называют, центростремительная сила. То есть мы хотим объект желания себе присвоить. То есть мы хотим до него добраться. То есть не то, что мы ждем, когда он к нам придет. Мы, конечно, до него сами добираемся, да. Но мы его добираемся до него, чтобы себе взять. И в этом смысле это всегда направленность к нам. Если это желание пищи, желание воды или желание сексуального партнера, в этом смысле это желание. То есть мы его берем себе. Любовь в этом смысле прямо противоположная направленность. Любовь – это центробежная сила. То есть любовь – это тот поток, который направляется от человека. То есть и этот поток, который мы всегда, да, направляем на любимого. Не для того, чтобы его к нам притянуть и себе его присвоить. А вот это вот тоже очень интересная штука. Ну, это следующее. Для того, чтобы вот в этом стремлении или в этом потоке соединиться вместе. Вот тоже Ортега обращает внимание. Да, как бы просто наблюдатель. Каждый может проверить это на себе. Обычно мы вообще не любим, когда кто-то влезает в нашу внутреннюю жизнь, наш внутренний мир, что-то там, как называется, нам в душу лезет, да. Причем не только на спросами, но и даже жизнью своей, наверное, да. То есть какими-то действиями, на событиях. То есть человек как бы без спроса там ломится. Ну, нам не очень нравится. Даже когда со спросом ломится, она мне очень нравится. А вот когда мы любим человека, то мы очень даже здорово бы хотели и стремимся к тому, чтобы он вошел в сферу нашу, то есть растворились в сфере. А мы вошли в него, растворились в нем. Вот это вот обретение удивительного детства, про которое говорят все. И умные люди, и люди, которые вообще когда-либо испытывали любовь. Это тоже отличие любви от влечения и от желания. В этом смысле еще одно, еще одно различие такое. Вот Макс Шеверс, на него ссылается Артега, различает любовный инстинкт и любовную страсть. Ну, вообще вот этот вот инстинкт влечения и от желания как группа одна, а любовь влюбленная как группа другая. Чем они характеризуются? Любовный инстинкт, ну во-первых, Артега говорит, вообще у людей очень мало проявляется любовный инстинкт. То есть если мы в чистом виде захотим вот найти проявление, где у нас вот просто проявляется наше биологическое, животное такое, базовое начало, мы вообще почти это не найдем. Но если мы это бы нашли, то любовный инстинкт, это любовное влечение, это бы такое слово, которое подошло для его выражения, это было бы слово похоть, говорит Артега. То есть похоть чем отличается от даже не похоть, а просто какого-то влечения, да, той же любовной страсти? Похоть безлична, она не дифференцируема. Ну так я, вот как бы, если говорят студенты, это когда, скажем там, моряк после шестимесячного плавания, да, заходит в порт и идет в портовый бордель, то вот, видимо, он испытывает похоть, в том смысле, что ему все равно, да, кто будет перед ним. То есть он не различает, он не выбирает, он не различает, он не сравнивает, он не проявляет к этому человеческого участия, да. А вот чисто такое биологическое, природное, да, назовем это, хотела сказать, животное, наверное, неправильно, потому что скорее даже такого у животных, наверное, нет. Может быть и нет. В этом смысле, вот и Шерри, и Артеги, что любовь, она всегда, даже там, где кажется, что мы хотим чисто физической близости, то человеческая любовь и любовь, она всегда все равно к инстинкту добавляет всегда человеческие проявления, человеческую симпатию, человеческий выбор, да, человеческие предпочтения. Понятно. И в этом отношении, как мы сказали, что влечение, оно общее, то есть это вот то, как мы пытались найти во всех стульях что-то одинаковое для всех. В этом смысле влечение тотальное и общее. Любовь, она всегда индивидуализирована, она всегда детализирована, она всегда особая. Следующее, отчего, не будет, в принципе, идея понятна, да, отвлечение любви от навлечения желаний. Следующее, отчего Артега предлагает отвлечать любовь. Он предлагает отвлечать любовь от чувства. Вот очень часто, я думаю, что, ну вот это вот такое чувство. И, как правило, чувство хорошее. И тогда, ну, сам Артега вот там процитировал, на котором спиноза пишет, что любовь – это радость от познания любимого существа. Ну, неплохо тоже. Сейчас даже уберем любимое существо. То есть просто Артег говорит, само определение, любовь, как радость, оно вообще смутит людей, которые когда-либо в жизни, в общем, любили. Потому что, ну, во-первых, радость не только от любви. Прямо бывает радость прямо-таки даже и от злобности, и от ненависти, и от всяких гадостей, которые мы делаем. Очень даже можем позлорадствовать и, да, видя, как там наш, как это проплывает труп врага по нашей речке. Мы ничего плохого не сделали. Ну, что там приятно, да? Ну, приятно. А с другой стороны, любовь, вот целостная история, которая происходит с нами, она, конечно, далеко не всегда радостна. Она далеко не всегда радостна, а бывает прямо-таки печально, ужасно, трагично, безнадежно. Вот, вот слово сказал, безнадежно. Ортега там цитирует, как герцогиня Берегенас пишет письмо, 18 веке, пишет письмо своему возлюбленному, которого он не видит уже сколько-то лет, и пишет, да, что, что бы там ни случалось, что бы там ни происходило, я буду вас любить, я люблю вас и буду любить всегда, только так, как и вообще положено любить, то есть безнадежно. То есть, в общем, поэтому, и так уж все думали, что радостно, а очень даже понимали. Да, при этом она говорит, и эта моя любовь, она доставляет мне гораздо больше счастья, чем те жалкие утихи, которые вы, опять-таки, разделяете со шлюхами из вашего борделя, ну, и так далее. И там уже пошла вообще женская всякая такая тема. Вот, ну, вот эта история, что только любим только так, как и можно любить, то есть безнадежность подчеркивает, что не всегда любовь это радость. Но дело даже не в этом, что радость или не радость. Опять-таки, Артека подчеркивает структурно, смотрите, что чувство, оно всегда пассивно. И в этом, говорит, даже наш язык, вот, подчеркивает это. Смотрите, я радуюсь, да, но чаще, он говорит, я испытываю радость, или, да, я нахожусь в состоянии, то есть подчеркиваю, что мы находимся в этом состоянии, в состоянии радости, в состоянии грусти. То есть это не дело, которое мы делаем, радоваться, как некоторый процесс, а радоваться, как некоторое пребывание. И в этом смысле чувство – это пребывание. А любовь в этом состоянии никогда не пребывание. То есть это всегда, мы уже понимаем, что вот тот поток, да, вот тот, всегда постоянно направленный, направленная связь, да, которая нас с любимым объединяет, причем объединяет вовсе не обязательно физически, объединяет вовсе не обязательно пространство, на что вот мы рядышком находимся. Да, человек, находящийся за 3-9 земель, тем не менее, любящий человек, находится в постоянной связи со своим возлюблением. И как вот, ну, используя умные слова, на философии есть такое значение, вот так же, как между сущностью и явлением, да, и явлением и сущностью. А вот, например, особенно после Хайбинга это стало широко на комфортно появляться, вот то, как обстоят дела видимые, он называл это дела «онтические», «антическое состояние», а вот то, как на самом деле, где он, «онтологическое», так вот соседство возлюбленных, оно не «онтическое», то есть что мы рядышком сидим, а оно «онтологическое», то есть оно в сущности вещей, что у первоедина всего мира, души любимых, они соединены всегда. Ну, причем всегда, опять же, не пассивно, а действенно и направлено. Любовь отличается, ну, про это, может быть, даже и не стоило бы говорить, ну, на всякий случай. Любовь отличается от мышления. Причем, смотрите, я жду-то от разума, от разума, от разума, от разума, от разума. Мы к этому вернемся. Сегодня. Да. А отличается от мышления, имеется в виду, вот, ну, потому что мышление, оно не только, во-первых, разумное, там, не только логично, да, не только там, упорядоченно, оно бывает разное, но, в принципе, это не мышление. Не только, значит, рассуждение какое-то такое дискуссивное. Значит, почему отличается от мышления? В одном-то каком-нибудь подчеркнем, да, опять-таки, мышление, оно, опять-таки, вот, точечно. Одна мысль, другая, третья, причем мысль схватывается сразу, то есть мысль у нас, кстати, целиком. И в этом смысле, даже когда наши мысли образуют какую-то последовательность, это последовательность дискретных точек. А любовь считает Артека, это поток, в котором, ну, как, ну, там, или прямая, да, отрезка. Конечно, можно с точки зрения некоторой абстракции геометрической представить, что прямая – это множество точек, ну, таких между каждыми из которых всегда можно ставить еще одну. Помню, да, опория Зенона, в общем, она тут, конечно, работает. Но, любовь – другое. То есть это не как угодно мелкие состояния между точками, а поток сплошной. Поток сплошной. И в этом отношении, тогда Артек говорит, что у нас получается, что любовь – это вот примерно так же, как вот, что-то тут мне пришло в голову, что когда рассудают о философии, часто, то пытаются ее к чему-нибудь пристроить. Философия – это наука, например. О том, о том, о том, о том. Или философия – это там нравственная пробленность. Или философия – это вот такое. Или философия – это религия там такая. И в этом отношении, как раз, мы занимаем позицию другую. То есть мы занимаем позицию, что философия – это самостоятельная штука. Это автономная и отличная от всех других проявлений, образований. То есть это сфера культуры, которая не является разновидностью науки, искусства или религии. Сравнивать с ними может. Но она является самостоятельной. В этом смысле оригинальной. Ну, от слова, значит, в переводе оригинальной – от корней идущих. То есть не от лета какой-то, ну, от корней идущих. Так вот, вот это предлагает нам считать тоже, что любовь, пока только схематично, это самостоятельная сфера. Ну, она, как широко мы ее можем назвать, что это эмоциональная сфера. Но, которая не сводится ни к воле, то есть желанию, стремлению, обречению, ни к чувству, да, к состояниям, ни к разуму. Хотя все эти вещи могут там присутствовать, так же, как в философии может присутствовать и наука, и искусство, и религия. Но они ее не исчерпывают и тем самым не объясняют. Ну, пока так вот, пока так. Поскольку, как я уже сказал, вот сразу ухвади, да, этого ускользающего угря в любовь нам не удается, Артекий как придет проще, он говорит, мы попытаемся ухватить сначала что-нибудь такое, то, что ближе там лежит, и мы уже говорили. Мы говорим о влюбленности. Причем, а поводом для того, чтобы поговорить о влюбленности, Артекий служит теория любви, которую сочинил Стендарь. Кто-нибудь читал книжку Стендарь о любви? Нет, нет, есть, есть, отлично. Отлично. На самом деле, можно почитать, она написана хорошо. Артекий вообще считает, что Стендарь один из лучших рассказчиков в истории человечества, которые были, поэтому очень увлекательно пишет не только романы, но и теории. По этому поводу, конечно, Артекий там проезжается по Стендарь, то Стендарь вообще не показывал поводу, есть теория. Он говорит, что в этом смысле Стендарь отличается от действительно теоретика. То есть, теоретика, теория, это всегда попытка выстроить целостную модель мира. И если уж вам о чем-то думать, то это новое, он пытается встроить в целостное понимание Вселенной. А у писателя, вот сейчас, в случае у Стендаря, у него нет такой нужды. У него есть какая-то эмоциональная возбужденность по какому-то поводу, и сразу раз по этому поводу теория. Да, нормально. Ну, вот, собственно, единственное, что Стендарь извиняет, Стендарь и не претендует на то, чтобы быть мыслителем, то есть себя так не называть. Хотя, теория любви Стендаря в 19-м веке была, конечно, популярнейшая. И как говорит Артекий, то есть, если вы нашли вот будуару, то есть, там выявили, дельцогини, маркизы, или просто какой-нибудь там вполне обеспеченной гужуазной дамы, то вот, Сергей, на каком-то интересном, чтобы вы увидели картины на стенах. Вообще, по поводу картины, мы могли бы сказать, что, ну, вообще, могли бы тут быть и другие. В принципе, это случайно. А вот на столике обязательно будет, жара, книга Стендаря о любви, и тут другого ничего быть не могло, потому что это был необходимый атрибут воспитания, образования и понимания жизни молодых женщин. Так вот, коротко, в чем заключается теория Стендаря, совсем тут бегом, потому что это не все-таки прилично, а так двух словах. Ключевым словом у Стендаря есть такое красивое слово, это слово кристаллизация. Кристаллизация. Причем, сразу скажем, откуда берется эту тему. Стендарь ссылается на такое явление, и, в общем, промысел, который существует в соляных копиях, в соляных шахтах, ну, он говорит про Зальцбург, видимо, и еще где-то существует. Значит, там, во время того, что добывают рабочую соль, у них еще есть побочный замок. Значит, они в эти копии приносят, просто помещают туда ветви деревьев, веточки разные, хорошо, то есть не оставляют там. И поскольку концентрация паров соли очень велика, то она начинает, то есть она там избыточная, да, то есть она начинает кристаллизоваться на всем, чем есть, то есть она кристаллизуется на стенах, да, и в том числе на вот этих вот самых веточках. И через какое-то время обычная ветка деревьев превращается в усыпанную бриллиантами, в совершенно удивительной конструкции, да, сделанную чудесную красоту. И это продают. То есть, в принципе, это, не знаю, такой нормальный замок. Значит, ну вот этот принцип кристаллизации является одной из важных идей Стендаря у людей. Значит, что говорит Стендарь? Представим это так. Можно было представить. Если бы Стендарь жил после Фрейза, мы бы сказали, что по влиянию Фрейза. Что человек представляет собой вот эти насыщенные пещеры Зальмужские. Зальмужские, где вот эти вот пары, не знаю, растворы, как это, ну, наверное, в каком состоянии находятся эти пары, здесь там какая-то, да, солей, находится в очень большой концентрации, и поэтому, а в человеке это находится, вот это взвесь нереализованной любви. Нереализованной любви. И попадающая туда веточка дерева случайно становится поводом для того, чтобы все эти нереализованные пары сконсервировали. Значит, что это за веточка, которая туда попадает? Веточка – это случайно любой подвернувшийся приличный молодой человек. Ну, пишут про женщину. Значит, любой приличный молодой человек, подвернувшийся, особенно, как он говорит, подвернувшийся ненадолго. То есть девушка там где-нибудь вышла в свидетельстве, она была там на полу, на приеме, и там случайно заехала, зашел там на некоторое время, или на пару дней, может быть, приехал к ним погостить, ей домой есть где-то дома, или где-то там в театре, они там посвящались несколько раз, она с ним не знакома, она ничего про него не знает. Но это вот та веточка, да, и на него сразу выливается весь отконцентрированный раствор любви. Сразу понятно, что в этой ситуации все, что она придумает про это... Ну, я не буду подробнее, потому что у стендаря там есть первая фаза концентрации, есть вторичная концентрация, мы сейчас не будем проявлять. Это так, для тех, кто хочет соблазнять девушек, стоит прочитать книгу стендаря. Не знаю, насколько она там сопоставлена по эффективности с современными пособиями по пикапу, но в принципе написано все правильно. Вот, понятно, что в этой ситуации образ любимого, который формируется у девушки, он имеет очень малое отношение к реальному человеку, к которому же ему идти. Поэтому, если, не дай бог, на основании вот этой любви девушке удастся выйти замуж за этого человека, ну или просто вступить с ним в какие-то близкие отношениях, то она очень быстро обнаружит, что это вообще все не то. Что это вообще не тот, и делает он все не так, и вообще, что называется, где были мои глаза. Это первый раз, когда он потребует, что любовь зла. Не-не-не, значит, ну, во-первых, в чём и собственно вся история. Поэтому по стендаме любовь это всегда иллюзия, то есть некоторое такое творчество, то есть мы придумываем, фантазируем, и вот это сочиняем, и потом всегда неизбежно разочарование, потому что, ну, что нафантазировали, очень редко мы вложим нафантазирование, ровно в соответствии с тем, что, ну, тем более, если мы фантазируем без ограничений, то понятно, что мы же такое уж хорошее себе предпринимаем, что вряд ли вообще геню на свете такой вообще потопленный юноша может оказаться. Так вот, соответственно, первое, это нефлюзия, и второе, разочарование. Артега не согласится, то есть сразу скажу, что в принципе не согласен. Есть некоторые моменты, а в целом же, значит, что он говорит изначально? Первое. Причём, опять же, не потому, что стрендальт там что-то неправильно сильно понял. Он говорит, если мы считаем, что любовь, это, ну, или влюблённость, в данном случае, потому что, в конечном счёте, я говорю, что Сандальт вообще говорит не о любви, а он говорит именно о первой фазе, вот это, и это, конечно, третье счёт, это влюблённость. Что если мы даже будем считать, что влюблённость, это всегда создание иллюзий насчёт какой-то, вот такая, кристаллизации чего-то, когда мы выливаем на какой-то предмет, он говорит, то в этом нет никакой неправильности. То есть, на самом деле, всё, что человек делает, в смысле, познание, всё, что человек узнаёт, это всегда в этом отношении кристаллизации. Мы об этом говорили неоднократно. Что наше мышление и наш язык, потом, который мы выражаем наши мысли, это не копирование реальности, а в огромной степени, в значительной степени, это вкладывание в реальность тех мыслей, соображений, которые у нас уже есть. И поэтому, воспринимаем ли мы другого человека, или рассматриваем ли мы какое-то явление природы, которое мы исследуем, как натуралисты, или просто как люди путешествующие, мы всегда туда вкладываем гораздо больше того, что непосредственно видим. То есть, в этом отношении вот такая кристаллизации, ещё раз говорю, это не оригинально. Это характерно для всей мыслительной деятельности, в этом не особенность любви. И если в любви, например, это тоже есть, ну так и тоже есть было бы странно, если бы, например, вдруг какой-то процесс мыслительный, хотя бы частично мыслительный, был бы выброшен из всех других другого принципа мышления. С другой стороны, говорит Артека, вот считать, что человек в любви придумывает всё абсолютно ложное, это вообще как-то уже не согласуется, потому что так же, как и в жизни. Мы, конечно, ошибаемся, но мы ошибаемся, что мы что-то придумываем правильно, а что-то придумываем неправильно. И то же самое здесь. И то же самое здесь. То есть мы, даже про этого человека, которого мы увидели только там пару раз в жизни, всё равно что-то правильное тоже изнутри, ну а что-то ещё и допридумывали. Тоже ничего оригинального в этом нет. Палочка подражений более конкретных у Артеги против теории стрима. Он говорит, обратили ли вы внимание, что часто любящий, то есть влюблённый, он говорит такую штуку, вот я в неё влюбился, потому что вообще, когда познакомился, то открыл такие в ней качества, которые даже вообще не подозревал, что в людях такое есть. и это его сразило. Артеги, обратите внимание, он увидел в любимой что-то такое, про что он никогда не думал. То есть есть мы представим, что это теория кристаллизации правильная. Значит, как человек может придумать такое, чего он никогда не видел, обнаружив это в человеке, которого никогда до этого не знал. То есть в этом отношении скорее всего, скорее всего, дело обстоит наоборот. мы не так вот происходит влюбляемость, влюблённость, что человек имеет некоторый абсолютный идеал, то есть набор таких точных качеств, которые он от любимых девушек ждёт, и он уходит и всех с этой меркой к ним примеряет. Вот тогда можно было бы. Он примеряет меркой, ничего не от этого, и тогда любую первую попережку попавшуюся в идеал, и просто так скажет. Ладно, вот, навешали, будет готов. И второе, что только обращает внимание, мы про это поговорим чуть дальше, вопрос, после промежутка, а сейчас обозначим. Он говорит, если была бы правильной теория кристаллинации, то тогда мы должны были считать, что период влюблённости, вот это первое любовь, это очень творческий период у человека, что это вообще время, когда у него работает фантазия, когда у него кипит воображение, когда он вообще относится к его внутренней жизни, когда его духовный мир богатеет. Я говорю, пока только забегая вперёд, то есть, умение не ответить, каждый раз, когда человек влюбляется, он глупеет, тупеет, а самое главное, его внутренний мир сужается, глупеет. Но мы об этом, мы об этом поговорим чуть дальше, но это просто пока в чернии. Значит, поэтому, он говорит, откуда Стендаль взял такую историю теории грибидо. Объяснения нехитрые, так же, как в своё время Юнг критикуя Фрейда, его теорию влечения, его теорию грибидо, и всё, что с этим связано, египов обликс, разные страхи, влечение к маме, ненависть к папе, он говорит, откуда человек мог такое нафантазировать? Юнга спрашивает, «Ну, давайте так, проблемы теории Фрейда – это личные проблемы Фрейда. В этом смысле, проблемы теории стендавия с точки зрения и артеги». Это личные проблемы стендавия. И вот так, в общем, совершенно не жалеющий человек, ну, правда, стендавию же, слава Богу, ему не больно, поскольку он уже этого не слышит. Он говорит, стендаль – человек, про которого по отзывам, не потому, что отсюда это извлекается, что это недогадка, а это в письмах поведенников стендавия, биографов стендавия, когда пишут. Потому что стендаль – человек, который пытался устроить любовь себе, ну, с кем-то, очень сильно для этого старался. И всю жизнь ему это не удавалось. И поэтому он и создает теорию, по которой любовь – это сделанное что-то, то есть мы должны кристаллизовать, и оно всегда не удастся. То есть собственную неудачу мы таким образом генерализируем, здорово себя делаем, это у вас классно. Когда что-то не получает, а это потому что род человеческий так устроен, ничего ему не удастся. И, соответственно, предлагаем всем это послевать. А ты, для примера, просто я в качестве примера подкину образ другого человека, современника, стендавия, Шатабриан, у которого совершенно другая ситуация с любовью. Шатабриан ничего не делает для того, чтобы влюблять в себя женщин. Еще мало того, что он не делает, чтобы влюблять, то есть он за ним не ухаживает, он им не мстит, он им не дарит подарки, он еще и специально делает, чтобы в него не влюбили. То есть он вообще не делает, он не делает, он невысокий, сутун, раздраженный всегда, противный, вообще что-то все недовольный, желчный, злой. женщины стоит только познакомиться, через пять минут готовы. Причем, мало того, что они через пять минут готовы, то есть они влюблены. После этого, ну, у него были любовные истории, довольно много, как пишет Арнега, ни одна не продолжалась больше восьми дней. Нормально, восемь дней, хороший, хороший труд. И после этого, женщины, с которыми у него были восьмидневные истории, продолжали его любить всю оставшуюся. Арнега пишет, цитирует мемуары маркиза де Кюстин, ну, Кюстен, видимо. Да, во время французской революции, значит, там, перед тех, погибли там ее родные, она очень знатная была, сумела эмигрировать в Англию, там вышла удачно замуж, заболевающая, потом вернулась во Францию и встречает Шетабриар. И влюбляется. Шетабриар говорит, ну, не будем же мы по гостиницам шляпаться, говорит, ну, прикупите завтрак, что ли, как-нибудь. значит, она собирает там деньги, которые выкупают замок, где они проводят несколько дней, ну, те самые восемь дней, после чего Шетабриар уезжает и больше никогда уже с ней не видится. И потом, через много лет, там, 70-летний абортизов это, там, не парень к гостей, значит, там, тоже знатно, поэтому замок не выбрасываешь и все раз уж есть гуляет, и ее посетитель, там, молодой человек, а, вот так вот, вот это вот место, где Шетабриар был у ваших том. Он говорит, нет, что он, да я бы, науку, Шетабриар рассказывает, к чему Артери рассказывает этого, вполне такую радостную, а может, не радостную, веселую, а может, веселую историю. Для того, чтобы, вот если бы Шетабриар, например, написал книгу о любви, то есть, теорию любви, то он бы написал совершенно другую теорию любви. Он бы написал, что любовь, во-первых, ну, подумайте, она не делается и не готовится как стратегия какая-то, не возникает, она падает сразу. И второе, она не разочаровывается и не исчезает, а она продолжается вечно. То есть, в этом смысле, настоящая любовь, особенно, ты с Саратом, что-то, она вообще вечно. Неважно, люди продолжают жить вместе, не продолжают жить вместе, вообще живут, оба ли они, или кто-то уже умирает. Любовь, вот это, к этому самой, помните, да, поток, непрерывный, теплый, да, заботящийся, а другого человека о нем пекущийся, одаряющий, он всегда, он всегда. А в этом отношении только замечательно, что вот, если бы, ему надо было выяснить, чего, в общем, многие хотят выяснить, тип одного национальных героя Испании, самый известный национальный герой Испании, неплохая попытка, более еще известный национальный герой Испании, Дон Жуан, конечно, Дон Жуан, так вот, если бы ему надо было пояснить тип Дон Жуана, часто Дон Жуана понимают, как соблазнителя женщин, Дон Жуан, который, и тогда, по идее, получалось, что Дон Жуан это стендарь, который пишет теорию, как женщин соблазнять, вот те самые книжки по сомневенному соблазнению, которые, которые, опять же, публикуются. Артега считает, что по его там мнению, конечно, Дон Жуана нужно было списывать Шаттабриану. То есть, Дон Жуан это не тот, кто обольщает женщин, это тот, которым обольщаются женщины, даже если он для этого ничего не делает. То есть, и в этом, и в этом, собственно, и кроется суть его. То есть, почему это происходит? Пока не знаем. Потому что, то, что написали Шаттабриану, ничего такого там не могло бы возникнуть. Сказать, что женщины обманывались на его счет, чуть не было, ничего они не обманывали. Потому что, опять-таки, если бы они обманывались, то проведя 7-8 дней, они сказали, о, боже мой, и я-то что-то еще до этого Остолопа замок покупала. Так ничего же подобного. Прожив еще потом 50 лет, каждый день любил Шаттабриану. Каждый день любил. Что, правда, вот, считает Ортега, все-таки, стендарь, вообще-то, тоже не дурак. Поэтому, какие-то вещи, все равно, даже, все в целом, неправильно, но какие-то вещи могут быть правильными. Что правильное, считает Ортега, вот, очень важное, отражено в теории стендаря. Он назвал так, это, идея стремления к совершенству. Ну, что вот эта кристаллизация, мы как бы создаем какой-то идеальный такой образ, то есть, какой-то абсолютно совершенный образ. И вот это стремление к совершенству любви, Ортега считает, оно в общем всегда есть. Для того, чтобы пояснить, о чем мы говорили, чтобы мы тоже не обманулись, не обращались, он как раз-таки вспоминает теорию одного из, или одну из первых, развитых теорий любви. Кто первый философскую развитую любви создал? Такую же развитую теорию любви. Так, подождите, я вас не учил отвечать на вопрос, когда у вас прошу, кто в философии первый придумал? Что нужно всегда отвечать? Надо отвечать Платону. Надо отвечать Платон, даже если ты ничего не знаешь. Если ты знаешь точно, то можешь отвечать на то, что знаешь. Это я студент такой, через тесты. Если не знаете, кто первый философию придумал? Вы говорите, Платон. 90% случаев это будет правильный ответ. И даже если будет неправильный ответ, сам факт, что вы знаете Платона, и можете предположить, что Платон создал что-то хорошее, оно вызовет в общем в сердце преподавателя какую-то теплую такое в общем страну. Вот в этом нормально. Так вот, в чем заключается теория любви Платона? Одна только заключается вот этот момент связанный с совершенством. Платон определяет любовь как вечное стремление порождать себя в красоте или в прекрасном. Еще еще вечное стремление порождать себя в прекрасном. Ну, звучит красиво, но не очень понятно. Берем разъяснение Артели. Для Платона, почему так, красота или прекрасное, видимо, тоже перевод в хорошее, в хорошее, в хорошее, в хорошее, в хорошее, в хорошее, в хорошее. это красота или красное, это общее, некоторое совершенство. Вы бы приписали, что любовь это стремление порождать себя в совершенстве. Совершенство, конечно, как мы знаем, Платона. Ну, есть, прям, совершенство, совершенство, там, в мире идей. Так, идея прекрасного, идея блага, сначала даже идея блага. А есть, конечно, потом разные степени совершенства, как они воплощены уже в вещах, как они воплощены в реальности, здесь, в реальности нашей земной. Так вот, Платон, ну, по мнению Артели всяком случае, в любой интерпретации, он говорит о совершенстве, именно кто это? Совершенство, то, что отличает вот этого человека от других, то есть, чем он превосходнее других. Нет никого абсолютного совершенства вот вообще. То есть, это может быть совершенство в гармонии, это может быть совершенство в силе, это может быть совершенство в уме, это может быть совершенство в доброте, да, может быть, сочетание какой-то, красоты и музыки. Понятно? Так вот, с точки зрения Платона, человек, когда он ощущает это совершенство, он непроизвольным образом, ну или произвольным образом, стремится к нему, к этому совершенству. Поэтому, ну мы можем это даже проверить, в общем, на самом деле ничего хитрого в этом нет. Всегда какие-то выходящие из ряда вон качества человека, выходящие из ряда общего качества, даже если человек просто очень большой, то и то нас в это внимание привлечет. Если мы не сочтем это совершенство, то внимание будет краткое, оно исчезнет. А если, скажем, сочтем, то это будет вот тот самый порыв первый, да, приблизиться, как-то присоединиться. Если нас действительно это совершенство захватывает и очаровывает, то мы тогда стремимся не просто к нему приблизиться, а с ним соединиться, считая плата. И вот это стремление к совершенству, в частности переходя уже на личности, то есть когда мы говорим о любви, в чем оно находит свое окончательное завершение? Смотрите, вот эти две вещи. Единение и, без сомнения, проявление этого совершенства. Ну, очень таким как бы прицелительным образом я скажу, а вот Наталья Михайловна тоже очень понравится, потому что Платон считает, что истинное лечение совершенства всегда выливается в желание иметь ребенка. Почему? И это очень здорово. Почему? Значит снова смотрите, да? Когда мы стремимся к другому, как он совершенство нас притягивает, мы стремимся максимально, в чем максимальное единство с другим человеком может появиться? Ну, кто-то скажет, ну, в чем? Понятно, в чем? Я ничего не понимаю. Это еще не единство. Это неплохая вещь, да? В общем, вы подумали, это классно, да, все здорово, но это еще не единство, но не максимальное. В чем максимальное единство появляется? Смотрите, это вот как, поскольку, ну, забегая, тоже забегая, упомяну, они добудут осуществлять, как такие фигуры. Значит, одна из величайших, ну, знаменитейших. Я не знаю, как в женском роде мистик будет. Как будет мистик в женском роде? Ну, в общем, святая Тереза, одна из известных очень святых испанцев, она, вот для того, чтобы пояснить суть соединения в любви, да, она говорит, вот, и различие этого соединения от других соединений. Она говорит, вот, скажем, если мы возьмем вот две свечи и поставим их рядом, то есть, все рядом, близко-близко, то их пламя, в принципе, сольется в одно пламя. Это единство несомненно. Но мы, в принципе, можем эти свечки разделить, и снова, и снова они две. А вот если она говорит, мы из двух кувшинов вливаем воду в один сосуд, или два ручья вливаются в одну реку, то после этого уже невозможно разделить эту воду, какая будет из одного ручья, а какая из другого. Значит, поэтому, конечно, любовное соединение мужчины и женщины – несомненное единство. Но это единство, которое, в принципе, еще и может разделиться. В чем происходит нераздельное единство? Нераздельное. Только. Только. То есть, мы вместе, и уже тут нельзя различить. Конечно, скажем, о, глазки у него, как у папы, да, волосики, как у папы. Ну, это отдельные вещи. Сам по себе ребенок является вот тем самым единственным. И второе, да, второе, смотри, что важно-то, да. Когда мы стремимся к совершенству, то вот это наш, и оценка этого совершенства, это, вообще-то говоря, так и дальше все равно остается некое наше внутреннее переживание, да, вот то внутреннее эмоциональное состояние, там, настроение, внутреннее какое-то действие. Любое наше внутреннее действие, вы про это говорили, знаете, когда? Когда говорили про Фрома, помните, там была, у Фрома такая потребность у человека, среди вот базовых его потребностей, потребность в самотрансценденции. То есть, ну, потребность выразить себя во внешнем, во внешнем. И в этом отношении мы говорили, что эта потребность лучше всего выражается в творчестве. Кстати, там тоже мы упоминаем, что там вы вышли в творчество, это было рождение ребенка. А что именно следует, даже не возьмем рождение, возьмем художественное творчество. Мы, вот Лену, например, в качестве объекта, ну вот композита, помните и так далее, да? Придумал, у него там в голове классная музыка крутится, и он думал, ох, какой я классный композит, хороший музыкант. Сегодня она так думает, а завтра думает, ой, честно я плохой композит, честно, нехороший музыкант. Как перестать учиться? Ну, не окончательно, но хотя бы в меньшей возможности. Эту музыку надо написать и сыграть. Когда она станет существовать объективно, то есть реально существовать будет, и окажется, что, как это, в сердцах людей нашел созвучие своим созданиям, то тогда наши внутренние возможности превратились во внешнюю реальность, то есть потенциальное пришло в реальность. Так и здесь в любви говорит Платон, ну Артека, да, объясняя Платон. Вот это стремление к совершенству, которое было внутреннее, то есть наше, как это говорит, превращается в реальность, когда? Когда опять-таки рождается ребенок, и вот ребенок есть тот самый символ совершенства, к которому мы всегда стремились. Ну так, опять же, мы, конечно, можем сказать, что Платон это специально написал. Помните, потому что Платон был, конечно, да, не то чтобы за семейные ценности, он за семейные ценности, семью немножко себе иначе представлял, то есть у него семья не маленькая такая, два человека там были, папа, мама, еще несколько детей, но семья большая. То есть это, у нас есть, в общем, класс там, да, в городе, правящий класс, он уделяет семью. Но тем не менее, понятно, что это может быть связано и с этими ценностями тоже. Так вот, смотрите, вот это, от этого момента, оценки какого-то совершенства, стремления к совершенству. А ты приходит к следующему своему пункту рассуждений уже более предметно, скажем так, представить, собственно, из чего у нас любовь складывается, ну или как она начинается. А в данном случае, значит, из чего складывается в любовь. Вот смотрите, вот это тот момент, когда мы говорили, что какой-то объект, человек, там, существо явления, зацепило нас до своей необычности, превосходящести, да, то есть особенности, вот это стремление к совершенству. Артель говорит, назовем, говорит, это теперь пока просто. То есть мы назовем это заинтересованность. Значит, смотрите, первой фазой мы берем, или первым шагом мы берем, а Артель считает, что нужно назвать, заинтересованность. Что такое заинтересованность? Ну, в том числе и материальное заинтересованность. Как бы определить, что такое материальное заинтересованность? Желание богатого придатого. Хорошо. Всегда ли желание богатого придатого – это материальная заинтересованность? То есть она материальная, конечно, всегда. Всегда ли заинтересованность? Значит, здесь Артель предлагает вот зачем поразмыслить. Опять-таки, каждый может этот вопрос смотреть на себе по этому феноменологии напоминать. Что представляет собой наш внутренний мир? Что представляет собой наша внутренняя жизнь как процесс? Наша внутренняя жизнь есть последовательное обращение внимания на разные окружающие предметы и события. То есть в нашей внутренней жизни есть некий набор того, что с нами происходит. Причем этот набор является не хаотичным. Артель считает. Этот набор иерархически выстроен. Что определяет эту иерархию? То есть никакая причина, а как мы вообще по факту можем видеть, что этот набор иерархичный? Очень просто. На что-то в нашей жизни мы обращаем внимание, а на что-то не обращаем внимание. Причем вот после психоанализа у нас мы очень популярно разделяем сознательное и бессознательное. Так вот здесь пока мы еще даже не добрались до бессознательного. Речь идет все о сознании. Но в самом сознании есть вещи, про которые мы думаем, о которых мы переживаем, о которых мы что-то так с ними делаем. А есть вещи, которые присутствуют так. А вот скажем тот же Эдмунд Грузель, о котором я уже говорил, он называет это так. Есть тематизированное сознание и не тематизированное сознание. То есть некий такой фон тематизированное направленное, не тематизированное, не направленное. И как раз вот направленность это и есть окна нашего внимания. Почему потом вот в том числе и феноменологи, такую подчеркивающую черту из психологии взятое слово, когда интенсионально, или наоборот психологи взяли там у Бальцана и других авторов слово, интенсиональность, интенсия, то есть как некую направленность. Вот особенность человеческого мышления, это всегда направленность на предмет. Для гусоля это очень важно, это интенсионально. Так вот смотрите, обращая внимание на одно и на другое, мы переходим по разному, по маршруту нашей жизни. В нормальном состоянии, ну с какой-то скорой все-таки течет. Люди немножко различают, но у кого-то быстрее прыгает сознание, и поэтому мы говорим, ну вот человек вообще не может пять минут подумать об одном, тут же другой. У кого-то медленнее переключается, а в этом ведут угаду, слушай, никак не выйдет, все равно да правду. Что происходит в момент влюбленности? Вот часть этой источки зрения к структуре. Или с чем становится влюбленность, на чем она основана? В какой-то момент влюбленности, по каким-то причинам, мы сейчас не разбираем пока, вот это движение нашего луча сознания, оно останавливается на чем-нибудь одном. Ну в данном случае, да, на женщине, на мужчине, если эта женщина смотрит. И пока мы говорим, не знаем по какому поводу, мы сейчас поймем по какому. И этот объект, то есть этот предмет, он становится единственным в поле вообще всей нашей внутренней жизни. Помните, я говорил, когда Артега упоминал, что влюбленность – это не пора творчества и фантазии. Влюбленность – это пора охудения, сужения, одубления внутренней жизни. И мы этого не ощущаем только потому, что созредоточившись на основном объекте, он занимает все наши чувства и мысли, и он создает какое-то эмоциональное напряжение, эмоциональный подъем, который мы принимаем за богатство душевной жизни. Потому что вообще, строго говоря, конечно, душевная жизнь становится беднее. Она становится беднее. Но интенсивнее. Но интенсивнее. Но интенсивнее. Может быть, это всегда взаимно, как это, обратно пропорционально всегда должно быть взаимосвязано. Причем, вот тут Артега говорит, может быть, он неправильный. Это было сто лет назад, поэтому мы поправочки на это тоже уносим. Поправочки на это уносим. Во внутреннем круге внимания, он говорит, мужчины отличаются от женщин. Причем обычно в нашей жизни мы понимаем это с точностью домооборотов. То есть мы думаем с точностью домооборотов. Поскольку мужчины, как правило, добиваются какой-то там карьеры, добиваются каких-то постов, добиваются каких-то свершений. А есть такое предположение, что мужчины, они с сосредоточением на одном деле не разбрасываются. А вот они все вкладывают, и поэтому добиваются вот эти руки. Ну а женщины, в детстве, у них не так сконцентрированы. И поэтому кто-то добивается, сейчас слава богу, и говорит, тем более, что это выводом. Ну Артега тогда считал, что вообще все, что и с точностью домооборотов. Жизненный мир женщины, он говорит, более склонен к тому, чтобы всегда выстраиваться по какой-то одной оси. Не то, чтобы у нее там один объект, но иерархия, иерархия внутреннего мира женщины всегда более ясна, чем иерархия у мужчин. То есть женщина всегда лучше мужчины знает, ну то, что она вообще про него знает, лучше это понятно. Она лучше мужчины и про себя знает, про себя знает, что в жизни важнее, а что в жизни менее важно. Мужчины в этом смысле считают Артега разбросаны. То есть и мужчина, и их гольф так же важен, как пиво, и так же важен, как любимая жизнь. Вообще, кстати, он сказал, что особенно великие люди, вообще совершенно не ценят свое величие. И в этом великие люди, кстати, очень внимательно относится к любви и сильно, в общем-то, как-то ей заинтересованы, в том числе Луки Спендаль. И Тадабриан, он говорит, ну только мелочные люди считают, что любовью заниматься не надо, а надо книжки писать или там заниматься добра наукой. А великие люди считают, что любовью заниматься надо. Как-то в этой популярной песне сейчас я узнал интересный момент, что и Вагог, и Мадис, и Дали. Ну, в этом смысле нет. Так вот, поэтому когда совершается что-то, что мы потом назовем влюбленностью, то есть Артека считает, что девушки это всегда делают лучше. То есть им легче, поскольку у них и так уже жизнь обычно выстроена по одному вектору, то достаточно просто этот вектор перевести вот на этого. Да, вот на этого вот, и все, и он уже попал никуда, он уже не вырвется. То есть так, то есть не вырвется откуда, из внутреннего взора. То есть он останется, и уже теперь будет, сосредоточен, концентрируем интересы. Мужчине всегда это дается с трудом. Поэтому в этом отношении, Артек говорит, мужчины бездарны в любви по сравнению с женщинами. То есть не дается. Раз. Второе. Женщины часто поэтому упрекают мужчин, что они не так любят их, как она его любит. То есть он, что ты любишь меня не так, как я тебя люблю. А как не так? А потому что я люблю тебя так, что для меня больше ничего не существует. А тебе с друзьями там говорят, как ты можешь идти с друзьями встречаться, когда я у тебя есть, говорит она. И это совершенно правильно. То есть она именно это чувствует. И если говорить о семье, да, мужчины вот тут, конечно, находятся не в лучшем, не в лучшей своей демоцизме. И некоторые мужчины, кстати, считают, как я думаю, правду, я подозреваю, что да, особо совестливые. Они по этому поводу даже страдают. Они по этому поводу даже страдают от того, что они не могут полностью... То есть они даже как бы все делают, как хочет его девушка. Он не ходит с друзьями, не встречается. Он не пьет пиво. Он перестал, там, заниматься дельта-планиризмом, там, я не знаю, перестал играть в шахматы. В общем, он все перестал для этого с ней находиться. Но он чувствует, что именно вот это будет хорошо. И вот он думает, ну это же неправильно, я же ее люблю, а он ее не сильно любит. То есть он ее не сильно любит. Но почему ты считаешь, что вот это не так? Рассказываю на днях эту историю одной своей знакомой. Она говорит, кто теорию-то придумал? Я говорю, Артекий Кэсс, она говорит, ну то есть мужчина. Я говорю, ну да. Она говорит, ну понятно, ваши даже философы отмазывают друг друга от того, чтобы вы, женщины, вас не упрекали. То есть, конечно, все объяснил, то есть поэтому теперь. Значит, я вижу когда, что мой муж, соответственно, не все внимание уделяет мне, я должна вспомнить теорию Артекий Кэссс. Ну, мужчины такие, они по-другому. Это максимум, на что они способны. И, в общем, спасибо называется им, спасибо им за это. На что обращает внимание Артека еще один момент? Как там все счастливые семьи счастливы одинаково? Артека считает, все люди влюбляются одинаково. Ну, так же, как единственное, что отсюда не следует, что они влюбляются в одно и то же. Они влюбляются не в одно и то же, но они влюбляются одинаково. В том смысле, что вот этот механизм, который человека превращает в любящего человека, он, как он говорит Артека, обескураживающий вообще говоря, общий и часто механистический. В общем, он говорит так, вот, конечно, любовь сама по себе, снова вспоминаю, да, это великое произведение искусства, соединяющее тела и души людей. Но это не значит, что все в этом произведении искусства является искусством. Это так же, как в искусстве, да, для того, чтобы, вот Борис Павказов, для того, чтобы, а, реальность, наверное, для того, чтобы творить за роялем или на скрипте, чтобы душа твоя вознеслась просто к вершинам духа, да, к вершинам эмоций. То есть приходится часами заниматься вообще просто механической, тупой, ужасной, ужасной работой. Аналогично, говорит Артека, в целом любовь это произведение искусства, но у него очень много механистичного, что совершается, он говорит, с такой вот, как он говорит, даже немножко как-то неприличной обязательностью, да, и неотвратимостью. То есть если вот попал человек, внимание, а мы теперь уже поняли, да, что, а если, скажем, из предыдущего, что он должен делать? То есть если человек хочет влюбиться, то ему что нужно делать просто для начала? У нас будет потом лекция, я о виде еще, конечно, расскажу, там, если хочешь, ну, это про науку любви, там, все это подсоветы. То есть, ну вот, исходя из этого эпизода, концентрироваться, то есть нужно просто выбрать все остальное. Влюблен по собственному желанию. Влюблен, нет, то, что мы влюбляемся всегда, то, кто предрасположен в любви, тот и влюбляется, и если человек не хочет влюбляться, то скорее всего это не будет, это да. Но если вот мы произвольно хотим влюбляться, значит, мы должны сконцентрироваться на человеке и к нему вот все обращать, про него думать, да, с ним общаться как только возможно, разговаривать, писать. Помним, да, как Ленский там, он вот все время занят Ольгой. Да, они в саду рука с рукой гуляют, утренний второй, да. Вот там сидят на шахматы, они за шахматой доской сидят, задумываясь глубоко, да, и Ленской пешкою ладью бьет просеяние своей. Потом он едет домой. Поедет домой и снова он занят Ольгой своей летучие листки альбома прилежно украшает ей. Понятно, то есть все время, если мы про это думаем, надо только зацепиться, надо только вдохновиться, а дальше уже наш организм все сделает сам. С другой стороны, если мы хотим, чтобы кто-то влюбился в нас, что нужно делать? Вызвать внимание. Вызвать внимание раз, то есть мы чем-то должны привлечь, поразить, помнить, да, то есть какое-то превосходство проявить. Причем превосходство может быть какое угодно, может быть превосходство в косноречии, а может быть превосходство в молчании. То есть там в гостиной болтают все о чем угодно, там Татьяна слушается, вылает, беседы, общий разговор, но все гостиные занимают такой бессвязный, пошлый вздор. Так что на этом фоне даже, там вязенький где-то просел, да, и душу ей занятие, два слова сказал, душу ей занятие спил, да, и так далее. То есть понятно, что может чем угодно отличиться, но дальше что нужно? Попадаться. Попадаться. А желательно? Не исчезать. То есть надо человека взять по теплой ручке и куда-нибудь на необитаемый остров. Ну, мы фигурально. То есть чтобы... Или там какое-то дело было такое, которое у нас настолько неотложное, ничего другое не может, кажется, вместе делать. То есть почему у нас, у нас, не у нас, конечно, вот так, из соседнего, скажем, куча замечательных любовных романов, например, на съемках фильмов. Не только потому, что там действительно красивые актеры и актрисы, они могут и не очень красивые быть, о красоту еще тоже вам поговорим, а потому что концентрированное проведение времени, когда мы вот несколько такое-то время все время вместе, 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 вместе делаем, ничего другого нет. Ну и плюс к этому, не дай бог, еще мы играем любовную историю, как только мы начинаем изображать любовную историю, у нас начинает все это и свершаться. Но у нас все это и свершаться начинает, поэтому очень даже, ну, и уже в первом веке нашей эры рекомендовал, рекомендовал, да, начни играть любовь, то есть начни изображать, действуй как влюбленный, и у тебя получится все. Но мы сейчас говорим про эту концентрацию, которую сделали, а дальше уже все получится, то есть создать условия, где внимание на четвертачницу на одном объекте, дальше все полностью. Вот это вот момент неминуемости, то есть сочетание, такое тонкое сочетание свободы, вроде бы это какое-то свободное проведение, и неминуемость, это очень важная штука. Так, значит, по времени сориентируемся, потому что думаю, рассказывать вам тогда про Сартера еще или нет? Ну, что-то у меня получилось дольше, чем... Ну, про Сартер расскажу, чтобы немножко обещать на таргане. Значит, Сартер, в книге «Бытие и ничто», у него есть один фрагмент, который так и называется. Первичное отношение к другому, двоеточие, любовь, язык и мазохизм. Ну, про язык и мазохизм сегодня не будем, а про любовь пару слов скажем. Значит, вот... С какого места начинает Сартер рассуждать о любви? Не сразу, про любовь, сначала такой, нофин, философской. Сартер говорит, то, чем человек является... Существует несколько модусов бытия человека. Есть бытие в себе. То есть, про это мы вообще пока ничего не говорим. Это некая такая замкнутая какая-то сфера для нас. Есть бытие для себя. Это то, как человек сам себя осознает и как он сам себя в этом мире представляет. Он адаптивует реальность для себя. И третье. Есть бытие для другого. То есть, это то, как мы существуем для других людей. Так вот, смотрите. На что обращаем внимание с Сартером? То, чем мы реально являемся в этом мире. Это бытие для другого. То, чем мы являемся как члены общества, как физические тела, как деятели, как субъекты. Это всё бытие для другого. Не в том же это игра на публику. Значит, смотрите. Я являюсь... Я могу про себя думать, что угодно. Вот так же, как композитор думает про себя, что угодно. Иногда хорошее, иногда плохое. Я думаю, хорошее. Не знаю, как вернуть. Но. Реально я здесь являюсь тем, что вы правильный, я думаю. Причем, я говорю, мы можем в разных аспектах это... Да. Я очень машет головой, что не согласен. Мы вот в этих драмках говорим. Что ваш взгляд, ну взгляд широкого, понимаем. Это и взгляд, это и мысль, это и какое-то там национальное отношение. Именно это создаёт вот то, чем я являюсь здесь сегодня. В чём тут проблема, считается? Смотрите. Я не создаю вот это своё объективное бытие. Я могу пытаться там что-то делать. Говорить какие-то слова, махать руками, да, как-то шутить там, попытаясь вызвать в вас какую-то симпатию. Но, в конечном счёте, вы делаете мой образ. Или вы делаете то, как я существую. То есть моё бытие, говорится. Получается, смотрите, какая штука. Причём вы, делая моё бытие, говорите, что это и есть я. Почти без оговора. То есть мы другому говорим, мы как его видим, так и говорим, что вот это и есть он. Получается, что я своё бытие не создаю, но несу за него ответственность. А вы моё бытие создаёте, но не несёте за это ответственности. И самтор считает, что важнейшая проблема общественной жизни человека – это вот эта самая проблема – бытие для другого. То есть он считает, что человек, ну, права или не права, не знаем, мы так сами подумаем, испытывает постоянную вот такую, ну, сказать, что экстренциальную тревогу – это будет и другой немножко автор. Какое напряжение. Какое напряжение, да, сомнения некоторые в том, какое живот на самом деле для других людей. И он бы хотел, то есть я в данном случае хотел бы как-то повлиять на то, чтобы вы про меня думали бы хорошо. Ещё раз говорю, я, конечно, для этого какие-то средства использую, но вот тут надо понять условия, как я хочу повлиять, чтобы вы про меня думали хорошо. Если бы, например, у меня было какое-то волшебное слово, прям волшебное слово, которое сказал, и все про тебя думают хорошо. Это бы меня не спасло. Потому что в данном случае я бы понимал, что это я просто механически, что-то такое, ну, это примерно как вот у Юркина в парфюме. То есть человек капнул из себя волшебное, волшебный эликсир, это волшебное средство, и сразу засиял, и все восплывали к нему к любовью. Это его могло спасти там, если бы он не перестарался до смерти, но это не избавило его от проблемы, какой он в глазах другого. То есть я просто людей превратил в механические куклы с помощью этого слова, с помощью аромата или с помощью каких-нибудь там психотропных веществ, и я не решил свою человеческую проблему. То есть мне важно, получается, чтобы другой человек остался, ну, с термином с ароматом это так, чтобы он не превратился в объект, а остался в субъект. А субъектом, значит, он, если останется, он останется до тех пор, пока он останется свободным в моем, вернее так, в смотрении на меня. То есть мне нужно, чтобы человек остался свободным, но при этом смотрел на меня так, как я хочу. Добровольный из песни. Вот, то есть добровольный из песни, то есть свободно, но неминуемо. Почему я зацепился на эту фразу в книге Кассета? Что любовь возникает или влюбленность свободно и неминуемо. Что такое свободно и неминуемо? И вот царь говорит, тогда я строю проект завоевания свободы другого. Завоевание свободы другого. Опять же, но завоевание свободы, это не подсадить его под замок. То есть, если я сажаю человека под замок, и он делает то, что мне нужно, он все равно думает, о чем он хочет, и поэтому только еще хуже будет. Значит, поэтому, задача какая? Он должен остаться свободным и при этом должен ко мне как-то отнестись очень хорошо. То есть, чего я хочу? То есть, я хочу, чтобы меня полюбил. Поэтому санкер задает вопрос. Скажем, если мы к этому прийти, там много промежуточных зрений, но еще это сокращает. Вот если мы хотим понять саму динамику, сам механизм любви, он говорит, задайтесь простым вопросом. Задайтесь простым вопросом. Почему любящий хочет быть любимым? То есть, смотрите, вот все теории, когда любовь – это влечение, например, которое мы отвергли сегодня, или любовь – это чувства, или любовь – это мысли какие-то. Вот эти все теории, они не предполагают обратного воздействия. То есть, если у меня есть какое-то влечение, если любовь бы сводилась к влечению, мне, в принципе, другой человек, как любящий, не нужен. Он мне нужен просто как предмет. Если бы любовь была состоянием просто, переживанием, чувством, мне другой человек не нужен. Я нахожусь в себе в эйфории, я люблю, прекрасно, мне вообще может никому не быть. Понимаю? То есть, если бы любовь была просто мыслями, мне не нужен другой человек. То есть, я себе думаю и думаю, на самом деле он существует или не на самом деле, может там это, да, просто в телевизоре нам показали его, а на самом деле это компьютерная программа. Я себе его люблю и чувства испытываю хорошие, нормально, как эти девочки, которые целуют фотографии, значит, своих поп-звезд, роб-бумиров и так далее. И мы задаем себе вопросом, почему любящий хочет быть любимым? Сарте, он наверно плохо объясносит, нам может не нравится то, что он говорит, но его идея такая. Мы в любви пытаемся решить не просто, то есть, нет, любовь, как целое предприятие, туда все входит. Только вот этот аспект надо. Мы в любви в том числе и решаем проблему свою жизненную, или как бы мы сказали, экзистенциальную проблему. Удостоверить свое быть любимым. Потому что. То есть, чего мы хотим? Что такое завоевание, свобода другого, как проект любви? Соблазнение другого. Соблазнение, опять же, не в простом физическом смысле. Соблазнение свободы другого. То есть, другой должен на нас взглянуть принципиально иначе, чем он смотрит на весь мир. Вот мы сейчас увидим интересное пересечение того, о чем говорит Артека и того, о чем говорит Сарте. Как мы обычно смотрим на мир? И почему мы подвержены вот этим сомнениям? Потому что, если человек смотрит на нас обычно, то мы объект в ряду других объектов. Помним, да? Внимание, которое сегодня на меня смотрит, завтра на соседа или пять минут на меня, пять минут на соседа, после этого на шаховную доску и потом в телевизор. И потом уже в телевизор, в телевизор, в телевизор. Что нужно, чтобы поменялась ситуация? Не в том, чтобы я стал каким-то хорошим объектом среди других объектов. Потому что, опять же, сегодня меня ценят как классный объект, а завтра передумали. То есть, человек, да, как бы так. Но женский полк, ой, женский полк, как пупенок. Да, так, Ваша верная подруга, бывает, миленький, да? А, любовь и шутит сатана. Да, то есть, сегодня, значит, все было все хорошо, а завтра все по-другому. Поэтому Сартр говорит, задача стать не хорошим объектом, а стать единственным объектом. То есть, и мы снова вспоминаем, Сартр так и говорит. Задача любящего, который хочет стать любимым, стать всем миром. Как Артей там цитирует одну ирландскую песенку, мне понравятся там слова. О, моя любимая, ты моя часть света. То есть, я живу не в Евразии, я живу не в Новосибирске, я живу в любимой своей. То есть, это и есть моя часть света. Так вот, в этом отношении, снова, что значит стать неприятным объектом? Сартр так и говорит. Чтобы стало так, не меня оценивают по каким-то критериям, которые существуют там где-то. А чтобы я стал критерием, по которому оценивается весь остальной мир. И через меня, мой возлюбленный, а значит тот человек, который хочет, чтобы он стал любящим, уже все остальное оценивает. И тогда весь мир существует лишь постольку, поскольку существую я. И мир существует таким, каким он существует во мне. Поэтому смотрите, вот Артега обращает внимание, что когда мы... Уже к Артеге, потом в старту еще один момент вернемся. Когда вот начинается влюбленность, первая фаза влюбленности, первая фаза влюбленности, она такая фаза замкнутости. То есть вот человек уже сосредоточился на одном, он от всех остальных отошел, да, на ничего внимания не обращает, да, на червячков маленьких не наступает. То есть он это ничего постараться. Но вот уже вторая фаза влюбленности, еще не люби, не люби, вторая фаза влюбленности, она другая. То есть человек открывается влюбленность, но как он открывается влюбленность? К этому времени его любимый вошел в него, и он в него, то есть они уже едины. И он уже не думает о нем, он не там стремится к нему, а он всегда в нем пребывает. И тогда, когда у нас, вот аналогично, ладно, не буду забегать, и когда мы в нем пребываем, то мы в принципе можем обращать внимание уже на другое. Но это другое существует лишь поскольку оно существует для нашего возлюбленного, и, собственно, поэтому мы любим всех. То есть говорят так, что человек, который любит одного, он любит всех, это да. Но только Артагин, кстати, очень иронично по этому поводу проезжается. Он говорит, на что похожа эта любовь? Эта любовь похожа такое на снисхождение, на такое барское, ну ладно, поскольку у меня все хорошо, и я вытавлю, ну и вам тоже, да. Но он говорит, точно так же, как барин, который своим там христианам по родину говорит, ну одну-две-три нормально, то есть становится тридцать три. И ему становится кучно уже, и он, конечно, может даже и ведет себя прилично, но нехорошо. Так и любящий, то есть, который находится, то есть если бит сильно там уже ему начинает надоедать, то он, в общем-то, ему, он потому, к этому относится ко всем хорошо, что, в общем, они ему все безразличны. Потому что только одно важно. Возвращаясь по минутку к Сатару. Значит, в чем проблема, считает Сатар, когда вот эта история. Предположим, нам удалось соблазнить другого, завоевать его свободу, и мы стали для него вот этим непревосходимым объектом. То есть, наш человек стал любящим. И мы вспоминаем так, что значит быть любящим? Любящий – это человек, который ставит проект «Стать любимым». То есть, тот человек, наш, так сказать, он в свою очередь хочет стать любимым, он в свою очередь хочет через нас превратиться в удостоверенный объект, чтобы теперь его бытие было удостоверено. И смотрите, получается такая странная штука. Обычно мы, вот когда говорим субъект, объект, превращение человека в объект, превращение человека в вещь, мы думаем, что в этом что-то такое плохое. Сатар обращает внимание, что мы хотим быть объектами, то есть, мы хотим быть вещами, но такими хорошими. И часто проблема заключается в том, что никто не хочет быть субъектом, который на нас смотрит, а он тоже хочет быть объектом. И как только он в нас влюбился, или она в нас влюбилась, и захотела стать тоже объектом, мы потерпели фиаско в любви. То есть, потому что каждый не хочет быть субъектом, то есть, каждый хочет, чтобы на него смотрели, а не он, чтобы смотрел. И поэтому Сантер, он пессимист, он свой опыт любовь, конечно, видимо. Симон говорит в Уаху даже, впихивает два аналогии со стендарем. И он говорит, поэтому счастливой бывает только влюбленность. То есть, счастливой бывает только первый этап, когда люди любят несимметрично. То есть, когда объявляют и реализуют вот эту стратегию, но как только другой влюбляется и становится симметрично, все оказывается плохо. Поэтому Сантер потом говорит, есть другие проекты, а мы помним, да, первичное отношение к другому. Любовь, язык, мазохизм. Про язык и мазохизм говорить сегодня не будем, поскольку наша тема тема альбии. Так вот, уже коротенько, чтобы как-то завершить вот эту историю. Ограничив, или отграничив то, чем любовь не является, Артегана подкидывает парочку идей, с чем любовь близка. Первое, что мы должны видеть, ну, это, кстати, не он там сильно придумал, он говорит, это, в общем, можно обратить внимание. Любовь очень близка к мистическому состоянию. В этом смысле, даже начиная с лексики. Любящие очень часто говорят о своей любви или о своей блаженстве, он как, божественное чумство, я нахожусь на небесах, да, бложественное блаженство, там, неземное блаженство и так далее. Это раз. Мистики, в свою очередь, рассказывая про свои опыты, все время используют любовную терминологию. Что это соединение, это слияние, Христос это жених, церковь это невеста. И все это, может быть, о несказанной любовной к старости и желании и так далее. Ну, похали! Артега проезжается по мистике. Наш Артега говорит, что он не случайно говорит, церковь против мистики. Он говорит, я тоже против мистики. В общем, не потому, что мистики там как-то, с его точки зрения, угрожают церкви, а с точки зрения того, что это неинтересно. Он говорит, мистики нам говорят, вот-вот-вот, вот-вот-вот, я там был в экстазе, я там соприкоснулся, и сейчас я вам расскажу. Артега говорит, и рассказывали нам, ну, в общем, фигню. О том, как здорово они там проживали, свои любовные экстазы. Чего и каждый, в общем, может рассказать. В этом время Артега считает, что хорошая теология, она больше приближает людей, ну, тех, кто не читает, к Богу, чем мистика. Сам-то мистик, конечно, к Богу может быть и соприкоснул, а другим это не помогает. Правда, одно уточнение. Так уж получилось, подвезло мистики. Что некоторые мистики были еще и выдающимися мыслителями. Ну, например, там, Мастер Эдхо. Или там, Платин, например. Великий философ. И тогда получается, что они-то излагали свои мысли как мыслители, а люди говорят, о, смотри, мистики какие классные. Что еще сходство мистики и влюбленности? В чем? Как раз вот в этой концентрации на одном. И, правда, в мистике это одно, это будет не наш любимый, не наш возлюбленный, а на чем концентрируетесь? Ну, на Боге, конечно, тут вопрос простой. Причем, смотрите, чтобы сконцентрироваться на Боге, что нужно? Вы уже знаете ответ на вопрос? Макон. Еще раз, смотрите, у нас концентрация на одном предполагает изоляцию от всего остального. Значит, нужно выбрать один объект. Особенно это здорово видно в некоторых направлениях йоги, медитации. Значит, один объект. Нужно научиться концентрироваться. На чем? Хоть на чем? Ходите на свечку положите. Ходите на ручеек. Ходите на дыхание. Ходите на длинную лепешку положите. Ходите, ну, лотос делайте. Ходите там розу. Не важно на чем. Потому что важно что? Сейчас не броняйте. Сейчас мы пока вот это даже не берем. Важно про другое. Не важно, о чем ты будешь думать. Важно про другое не думать. Чтобы войти вот то самое измененное с этим. Вот остановить вот этот поток. Помните, да? Нашего сознания, которое перепрыгивается до другое. Удастся это остановить. То потом вот в этом. Вот и нам обойдет уже божественное озарение. Чем мистик сосредотачивается больше и больше и больше на Боге, в конечном счете достигает он состояние, смотрите, какого? Даже непостоянного присутствия Бога. Это предпоследняя. С точки зрения мистики ступень. А последняя ступень. Пустота. То есть там мы уже и про Бога не думаем, потому что он просто растворяется. Да? Это пустота. Шум Явана. И он говорит, влюбленность проявляет. То есть в этом смысле, если хотите научиться влюбленности. Не грех почитать какие-то книжки по йоге, чтобы научиться концентрироваться и отрешаться от всего остального. Еще один момент, или еще одно проявление, которое Артемия считает похожим на любовь, на влюбленность, это гипноз. Гипноз. Гипноз точно так же. То есть многие вещи, ну, вера, гипноз похож на экстатические состояния. Да? Выходит это из себя. А вообще, интересную штуку у Артемии по поводу экстаза. Как выход из себя. Сам выход из себя, он говорит, всегда есть махив некоторого похищения. То есть похищение самого себя. И вот это похищение, как умыкание, оно проявляется во многих вещах. И, кстати, и, оказывается, проявляется в том числе и у нас. Это просто мимохода. Кто-нибудь думал, почему жених невесту вносит на руках в дом? Кто думал? Какие версии? Редулик. Близко, да. То есть какая версия? Сильные руки, хорошая работа. Неплохая. То есть продемонстрировал всем остальным еще. Так, быстро неплохая. А еще? Значит, это остаток обряда похищения. Что когда-то жену можно было только украсть. То есть из соседнего там племя, из соседнего стада, да по голове дубинкой на плечо и потащил к себе в пещеру. Вот этот вот мотив умыкания, похищения. Вот проследок Ортега считает, что это сохранилось в наших отрядах, в том числе и в Испании, и в Италии, и у нас. Возвращаемся так. Гипноз. Не буду подробно рассказывать, Ортега, если просто обратить внимание, что многие вещи про это же. Поэтому Ортега, например, считает, что, такое предположение, что какие-то центры мозга или там какие-то структуры, но он очень осторожно про это говорит, чтобы не превратиться в вульгарное, что вот эта шишка мозговая про это, это про это, что они могут отвечать за соединенные функции, что функция сна. А что такое сон, по мнению Ортега? Это самогипноз. Тот, кто не может уснуть, что должен сделать? Концентрировать, то есть убрать все остальное. То есть свое внимание, то есть мы не можем уснуть, потому что думаем про это, про это, про это, про это. Все простые советы по сну заключаются в том, чтобы о чем ребенок думать, о чем тупом, слонов считать там, да? Цифры там просто я считаю. Чтобы не думать про другое. Если научимся не думать про другое, то спокойно засыпаем. Поэтому гипноз как само, или сон как само гипноз, который мы всегда пользуемся. Поэтому, смотрите, по мнению Ортеги, кто больше всего подвержен гипнозу? Те, кто любит спать. Дальше. Кто подвержен гипнозу больше, мужчины или женщины? Женщины. Женщины, почему? Не просто эмоционально. Почему? Потому что женщины лучше умеют любить. А вы уже поняли, да? Что механизм один и тот же. Сосредоточенность и отвлечение от всего остального. Поэтому они лучше следят за кристаллом, за майзником, за чельным. То, что сходства гипноза с любовью внешних очень много. Эротические пасты гипнотизера. Вкратчивый голос гипнотизера. Очень часто, когда люди выходят из гипноза, у женщины, у них такой вид, что все хорошо. Полная удовлетворенность. Дальше. Ортега отвечает, я этого не знал, что очень нередкий случай, когда после выхода из гипноза у женщин есть полная иллюзия любовной связи, прошедшей любовной связи с гипнотизером. И, ну, некоторым это нравится. Они, которые не нравятся, и они пишут заявление в полицию о том, что их гипнозом, значит, воспользовались им беспомощностью. Но мы-то говорим это про то, чтобы подчеркнуть вот связь, да, этих эмоциональных явлений. Ортегичное, не в том дело, что любовь – это гипноз. Или любовь – это сон. О том, что это какие-то сходные душевные проявления. И поэтому они в сходных формах создаются. И главное, что они в сходных формах выражаются в языке. Поэтому лексика любовная, лексика гипнотическая, да, и лексика мистическая, они во многом соединяются. Во многом соединяются. Ну, не знаю, вот стоит ли торопить, есть несколько еще интересных тем, которые бы можно было вам попробовать. Но времени у нас уже половина девятого. Гардерог. А? Гардерог, Валерьевич. Идет. Значит, тогда предлагаем, значит, вот смотрите, на этом месте остаемся. Любовь как болезнь – очень правильная эта штука. И есть даже целые книжки по этому поводу. Значит, я тогда предлагаю, что мы пока на этом сегодня не то чтобы остановимся, а просто прекратим, никак не завершив. Будем считать, что это были начатки наших размышлений о замечательном и сложном, и очень интересном явлении. И с этого места просто продолжим следующего раз. Спасибо. 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 Спасибо.